Привет, ребят! Тема организация отхожего места в походе, будь то это автомототуризм, велотуризм, пешие походы, экспедиции, неважно. Так вот эта тема является всегда такой довольно щепетильный, ее как правило принято обходить стороной, вам это никогда не показывают. Понимаю, это довольно интимные моменты, однако это является неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности, от этого никуда не деться. Считаю, что правильно организованный туалет является неотъемлемой частью любого похода на месте длительной стоянки вашего станища, лагеря, но вместе с тем это же является выходом из привычной зоны комфорта, то есть вот не всем так вот просто взять и сходить где-то в лесу, в тайге, в туалет, особенно это касается женщин и детей. Вот и давайте, сейчас я вам расскажу, как правильно организовать туалет по армейскому варианту в полевых условиях, как это нас учили делать на военке, находясь где-то в автономке. Также обязательно мы с вами коснемся средств личной гигиены, что брать с собой, что не следует, как помыться, как подмыться. Особенно, да, я знаю, это волнует во многом наших милых дам, потому что первоначальные там, ура, я иду в поход, через какое-то время сменяется рядом вопросов, а как мне помыться, как мне помыть волосы и тому подобное. Так вот, для женщин дам несколько полезных советов, которые помогут вам избавиться от этого головняка, чтобы отдыхали вы с комфортом. Но и обязательно коснемся с вами момента утилизации отходов и дам вам пару рецептов, как избежать диареи в вашем походе. Да, момент, я говорю, сегодня такие интимные вещи, но это неизбежно будет связано с выходом из вашего привычного рациона, из вашего меню. Поехали. Ребята, прежде всего у нас с вами речь пойдет об организации отхожего места на длительной стоянке, а не каких-то коротких переходах или там отдыхе на пару дней. С этим как раз все более-менее понятно, там выкопал ямку, сходил, закопал. Значит, очень важно выбрать правильное место расположения вашего будущего туалета. Запомните, от источников питьевой воды вашего лагеря, водоема, туалет должен располагаться на расстоянии не менее там от 50 до 100 метров. В идеале, если он будет организован где-то в местах густой растительности. Теперь копаем траншейку, то есть вот именно не яму, как многие делают, а траншею. В длину она где-то от полу до полутора метров. Хотя во многом это зависит от количества участников вашей экспедиции. Ну вот примерно такая она должна получиться по ширине, то есть где-то около 30, там максимум 40 сантиметров. Землю не раскидываем, а вот так вот прямо здесь оставляем кучкой и лопату сюда же. Значит, ее объем, то есть глубина, рассчитывается из расхода примерно 12 литров на взрослого человека в неделю. Ну или 3-5 литров в день на человека. Ну вот сейчас она примерно получилась где-то 60 сантиметров в глубину. Почему именно такая конфигурация, как бы непривычная яма? Да просто так удобнее, так и садиться удобнее и не промахнешься, и не надо никаких там поленьев, там досок бревен подкладывать под ноги. Технология такая. Первый человек садится вот здесь где-то с краю, сделал дела, бумагу туда же и землицей присыпал. Второй человек, соответственно, присаживается уже чуть дальше и так далее. Вот почему я сразу сказал, что в зависимости от количества человек выбирается и длина и глубина траншеи. Туалетная бумага, ребята, атрибут наиважнейший, то есть если дождей нет, сухая погода, то в принципе прямо здесь же где-то у туалета на сучок повесили, чтобы постоянно ее не таскать с собой туда-сюда. Ну и я обычно еще прикрываю все это дело маскировочной сеточкой, ну для создания, так сказать, уютной обстановки. Если маскировочной сетки у вас нет, то частенько обматывают все это дело такой черной стрейч-пленкой, то есть делаем удобно. Вот такого отхожего места хватит на группу примерно из четырех-пяти человек, где-то на неделю, ну может чуть больше. Далее просто до конца закапывается и переезжает на другое место, так же само копается новая траншейка. Значит, ребят, еще такие детали вот немаловажные, они не очевидные, но всегда будут присутствовать. Это наличие насекомых, комаров в основном, которые вам будут докучать. Поэтому перед тем, как вы идете в ваше прекрасное отхожее место, пшикайтесь, значит, репеллентом, либо способ с муравьиной кислотой, как я вам это уже показывал. Два уже снял материала, один давно и вот недавно в этом сезоне отснял. Ссылочку в описании оставлю, как бороться с комарами эффективно и сто процентов. Поэтому напшикались, либо оставляйте прям там, где-то у туалета, там же можно и попшикаться. И спокойно, с комфортом делайте свои дела. Если вы остановились где-то в редколесье, ну, то есть нет возможности зацепиться за ближайшие деревья, то срубается 4,6 по периметру, вбивается в землю и также накрывается маскировочной сеткой, либо стрейч-пленкой. Теперь о сложных местах. Это каменистая местность, например, горная тайга, вот, или просто горы, где нет возможности просто физически подкопать землю. Здесь также проблем особо нет, находится некая такая ниша, они обычно всегда присутствуют, камни не лежат плотно друг на друге, какие-то курума, они всегда где-то сдвигаются. Так вот, сдвигается эта ниша, ходит туда и потом плотно также этим же камнем и накрывается, и запаха не будет. Любые спецгруппы, спецназ, разведка, десантура и так далее максимально всегда заточены на средствах личной гигиены. Причем это чуть ли не наряду с выполнением боевых задач или других инструкций командования. Начиная от рядовых, заканчивая офицерами высшего состава, у нас всегда уделялось огромное внимание физическому здоровью и гигиене. И это касается не только какого-то умывания или подмывания, это и стирка предметов одежды, нижнего белья, носки, трусы, портянки. Это чистка зубов два раза в день, утром и вечером, мытье рук до и после принятия пищи. Так вот, рекомендую в вашем походе заморачиваться этим не меньше, чем на военке. А то, знаете, как вот бывает некоторые, да что мы тут в походе, в тайге, тут все чисто и стерильное, можно где-то не подмыться, можно где-то руки там не помыть перед принятием пищи. Ну вот именно так и происходит расстройство ЖКТ, как минимум, вот проблемы с желудком, ну и не дай бог дизентерии. Давайте сейчас подробнее, что брать с собой, а что лучше оставить дома. В обязательном порядке берем с собой мыло. При этом абсолютно нет никакого смысла брать какой-то супер там спа-мыло. Исходим из наших практических задач и функционала, то есть это стирка, помывка. И для этого наиболее подходит обычное детское мыло. Оно не содержит агрессивных кислот, позволяет застирать одежду, помыть лицо, умыть лицо, помыть руки. То есть вот детское мыло и вместе с ним абсолютно обязательно обычная дешманская мыльница. В любом продается бытовом каком-то, вот, но важно, чтобы вода не попадала туда. То есть старайтесь, чтобы вода никогда внутрь не попадала, иначе это мыло размякнет. Следующий немаловажный атрибут это зубная щетка. При этом для похода не нужно брать какие-то дорогие там супер... Нет, я даже вот видел, знаете, берут электрозубные щетки, там заряжают их от пауэрбанков, солнечных панелей, но это, конечно, вообще полный фарш. Ребят, не заморачивайтесь, возьмите обычную, дешевую, ну, какую-нибудь там зубную щеточку. Это абсолютно неважно. Вот, вы в походе, вам это все не нужно. Есть даже вот совсем простенькие вот такого какого-то плана, потому что фактически, ну, как бы, она может быть на один раз вам. И меняйте зубные щетки, не нужно ее там на следующий год использовать. Попользовались, все, фактически это... Утилизируйте ее. И пеналы для них. Вот обычно такие пеналы, они также продаются в любом там бытовой химии. Это самые простейшие, дешевейшие пеналы. Правда, учтите такой момент, вот, чтобы они были с отверстиями для проветривания, потому что, ну, щетка мокрая, она будет преть. Вот чтобы не прела, здесь обычно делаются такие отверстия, и все это дело проветривается. Вот такие пенальчики также обязательно берите. И паста зубная тоже. Ну, сколько я видел там, господи, берут там такие пасты с абразивами, с какими-то отбеливаниями. Ничего проще, вот такой вот обычный. Это даже большой тюбик есть, и поменьше продаются. Поверьте, вам его хватит и на неделю, и на две, и на всю группу. Особенно, если кто-то еще взял. Можете всей вашей командой пользоваться. Значит, чистка зубов, как мы с вами с детства привыкли, два раза в день, обязательно утром и вечером. Утром, значит, после, ну, кто-то после принятия пищи. Я лично чищу до принятия пищи, вместе с умыванием утренним. И вечером перед сном. Обязательно два раза. Хорошо бывает еще сделать такой слабый соляной раствор и им полоскать рот. Обеззараживает какие-то мелкие микротрещинки. Вот. Но при этом полоскайте, если, ну, если не делать, то просто полоскайте чистой питьевой водой, ротовую полость, чтобы бактерии не скапливались. Иммунитет у нас, конечно, работает, это никто не отменял, но лучше не рисковать с этим. Следующее, важнейший атрибут любого похода, будь то какие-то короткие, там, на пару дней походики, либо длительная экспедиция, это туалетная бумага. Причем важна она настолько же, как и мыло, как и зубная щетка. Помимо прямого ее назначения, ее можно использовать также в качестве, там, протирки рук. На нее можно сложить столовые приборы, ей можно что-то протереть со стола, она хорошо забирает влагу. Также идеально подходит для протирки, там, экранов смартфонов и так далее. То есть штука вообще универсальная. Ты можешь соль забыть, забыть столовые приборы, вилки, ложки, но бумагу туалетную ты взять обязан. Ребят, кроме шуток, да, кстати, насчет соли, ну, аналога соли, конечно, это не пищевая. Соль не как-то хоть как-то скрасить отсутствие ее, если вы, скажем, ее забыли где-то в вашем походе. Я уже материалы снимал, ссылочка в описании. Так вот, да, и, кстати, насчет ложки-вилки. Есть у меня такое, я это делал уже, вырезал столовые приборы из дерева прямо в тайге. Если кому-то интересно будет, ну, напишите в комментариях, покажу, как это сделать одним ножом. Возвращаясь к теме, туалетную бумагу берем в обязательном порядке, причем, если вы идете под рюкзаками 25-30 килограмм, то не стоит ее забивать куда-то на днище, она должна быть всегда у вас под рукой. Не нужно, ребят, вот это вот там листик, газетка, то, что вам говорят, это все, не надо омрачать, в общем, ваш отдых. Возьмите должное количество туалетной бумаги на всех членов вашей группы. Теперь шампуни всякие, гели и тому подобное. Да, я вот знаю, берут, особенно женщины, любят с собой взять все эти вот эти свои флаконы, гели, кондиционеры, там, бог знает. Ну, смотрите, шампунь берите обязательно для волос, однако тащить с собой вот это вот все ваше хозяйство, ну, не имеет никакого практического смысла. Да и целый флакон шампуня вам явно не пригодится, конечно, если вы там не месяц, не два где-то отдыхаете. Достаточно перелить ваш любимый шампусик вот в какую-то подобную емкость, ну, даже вот такую, может быть, баночку. Здесь, кстати, средство, средство. Здесь посудомой обычный, тоже не нужно тащить весь этот флакон с собой. Вот, перелили в такую баночку, за глаза хватит на, чтобы помыть посуду. То же самое касается и шампуня. Ну, какие-то даже вот продаются, я у жены взял вот, вот такой маленький шампунек. Ну, помыть голову вам там сколько раз надо будет, да, за ваш отдых. Поэтому нет смысла нагромождать еще, занимать лишнее там пространство, особенно если вы в пешем походе всеми этими флаконами. Также женщины, я вот не пользуюсь, но женщины любят влажные салфетки всякие. Берите тоже обязательно с собой и чуть позже я вам покажу, как помимо там протирки рук и так далее, можно их применить для личной гигиены. Полотенце, конечно, также обязательно с собой берите. Ну, не будете же вы там майкой вытирать лицо, руки. Но при этом, опять же, не нужно брать с собой какие-то махровые, там, бахромовые всякие вот эти полотенца. Достаточно взять тоже такое компактное. Поэтому я считаю, что одного, ну, двух полотенец, одно для тела, там, если вы купаетесь, особенно, это для тела. И для тела и для лица также используйте. И для рук маленькое, такое небольшое полотенчико вполне достаточно. Натянули веревочку и прямо в лагере вывешивается. Все это на солнышке просушивается хорошо, проветривается. Никаких вопросов. Ну, вот, ребята, это, пожалуй, такой основной набор из средств личной гигиены в вашем походе. Также касаемо, там, как помыть посуду. Ну, вот, флакончик я вам уже показывал с посудомоем, да. Берите губку, также обязательно тряпочки, всякую ветошь. И там же, где у вас умывальня, там же и мойте в тазу. Все это прекрасно делается на природе. Как дома практически. Теперь давайте коснемся с вами тоже немаловажного момента, как можно помыться в походе, то есть полностью с мылом, даже с мочалкой. Почему этот первый способ экстремальный, я считаю? Ну, потому что, скажем, в горных таежных реках температура воздуха, она не повышается выше, там, даже в жаркое время года, выше 5 градусов тепла. То есть, реки обычно бурные и проточные, вода в них прямо такая хорошая, бодрящая. Постираться где-то, носочки, там, маечки, трусики, да, без проблем. Если же вы где-то быстренько ополоснуться, пожалуйста, да, как бы окунулись, как в купеле выбежали. Нет, кто-то даже купается, я знаю. Вот, но если вы решили полностью помыться, то учтите, что делать это нужно на течение, а не в стоячей воде ни в коем случае. То есть, вот вы намылились, да, там, ополоснулись себя, потом намылились и получите такую хорошую шоковую терапию. Вместе с тем, вы получите такой здоровский пинок вашему иммунитету. То есть, это закаляет, это оздоравливает. Всегда в студеной речной такой воде искупаться, это за милую душу. Так что, пожалуйста, если вы, как бы, где-то находитесь в горной тайге, в вашем походе, местности, это не проблема. То есть, мы так делали, вот, ну, мужики, как бы, да, это не проблема особенная. Кстати, вот можно выбрать такую ямку, есть такие более тихие, спокойные места, где-то за обливными камнями. Есть такие ямки, где нет такого сильного течения, такой дурнины на этих реках. И вот там частенько хариузы стоят, как сейчас помню, таежные экспедиции в Хакасии. То есть, этот способ назовем такой экстремальный, боевой. То есть, для закаленных ребят намылились и давайте там ополаскается в горной ледяной таежной речке. Во вообще! На где-то озерах, на реках нашей средней полосе, вот, вода, особенно у берегов, летом очень хорошо прогревается. Там от 18 до 22 градусов. Поэтому такой же способ помывки, только опять же, выбирайте не стоячую воду, а где присутствует течение, чтобы это все смывалось. То есть, зашли, намочились, помылились, потом и пошли подмываться прямо туда. Летом это прекрасно, ребят. То есть, это уже такой, есть такой более щадящий, теплый способ. В принципе, у меня и жена так делала. То есть, дожидаемся, пока мужики ототрут котел, там, от ухи или от чего-то хорошенько. Далее, прямо из озера набирается водичка, и котел ставится на огонь, кипятится. Получается, там, горячая, кипящая вода, горячая вода. Потом этот котел выносится на берег к озеру, и, там, женщины разводят это, прям, берут в таз озерной воды и разводят, смешивают вот вместе с горячей. Получается такая теплая, комфортная вода. Вот ей же, в принципе, из ковша можно и мыться, с удовольствием мыться, причем также можно и голову, волосы помыть. Девчата обычно друг другу помогают в этом процессе, но если вы пара, то, в принципе, мужчина также женщине ковшиком аккуратно поливает волосы. Никаких проблем, особенно летом. Да, впрочем, милые дамы, вы также можете и не заморачиваться горячей водой, а помыть в прохладной воде, в озере или речке где-то. У меня жена так делала, никаких проблем она с этим не испытывала. Ну и вот здесь как раз-таки пригодятся вот эти самые влажные салфетки. Они там разные есть, с алоэ, там, с ромашкой и так далее, на ваш вкус и цвет. Значит, милая дама перед тем, как залезть в палатку, объявляет громко, а иногда и несколько раз, значит, в палатку не влезать и меня не беспокоить. Это очень важно. Вместе с этими салфетками. И далее делает свои все необходимые ей процедуры. Это очень удобный способ, кстати, где-то на, может быть, коротких стоянках, где-то на привале или там на походе какого-то выходного дня, либо при длительных переходах освежиться где-то с помощью вот таких влажных салфеток. Ну и вот это уже полный фарш, ребят. Мы так, кстати, делали в таежных походах с мужиками. Но здесь обязательно важно наличие вот этих речных камней. Мужики натаскивают эти самые речные камни на место будущей бани. Сооружают из них каменку, печку. То есть делаем камеру сгорания с поддувалом в самом низу, а поверх нее аккуратно громоздим остальные валуны. Вот должна получиться такая как бы а-ля каменная печь. Далее срубаем шесты и сооружаем нечто вроде балагана. То есть делаем опорные лаги, которые сверху потом накрываем плотной такой садовой пленкой. Знаете, вот для теплиц, которая продается. Она, кстати, много места не занимает и много не весит. Ее можно с собой взять в поход. Ну или опять же та же стрейч-пленка также подойдет, в принципе. Ну и вот таким образом получается самая настоящая парная по-черному. То есть внутрь парилки затаскиваем дрова для топки, полено, на котором будем сидеть, и набираем ведро воды, из которого же и будем поддавать на камни. Это такой, ребята, наверное, знаете, более северо-таежный все-таки способ хорошенько пропариться, помыться и, конечно, наиболее правильно располагать такую баню непосредственно где-то у горной речки. Вот где, кстати, вся прелесть ледяной речной воды и раскроется в полной красе. После горячей баньки, распаренной, бегом окунаетесь и получаете массу незабываемых удовольствий. Вместе с тем и пользу, огромную пользу для здоровья. Из плюсов организации такой бани, ребята, это ее мобильность. То есть, как я вам говорил ранее, эта пленка садовая, она места не занимает много, она немного весит, так же, как, в принципе, и стрейч-пленка. Ее всегда можно удобно взять с собой и развернуть такую баню на берегу таежной речки. А вот минусы – это ветер. То есть, если имеется в наличии сильный ветер, то это как бы и небезопасно. Даже ее просто может сдуть. Поэтому, ну, теми же камнями, в принципе, борта и должны быть хорошо укреплены. Ну, в общем, ребят, эту таежную баньку обязательно по достоинству оценят все члены вашей экспедиции, вашего похода. Кстати, продаются такие готовые, знаете, скороткие, типа разворачиваются бани даже с печами. Но, вот, правда, я не знаю, если ваш пеший поход, а как вы будете это все на себе тащить? То есть, вот, представьте, что вам еще печку с собой тащить. Я считаю, что, наверное, такие вот покупные бани имеют место быть, особенно если это автотуризм, то есть весь ваш шмурдяк, скарб, везет автомобиль, как бы, да? Вот, почему бы и нет? Особенно если вы находитесь на длительной стоянке, у вас длительный отдых. Ну что, ребят, помылись, идем далее. Утилизация отходов. Никаких ям, никаких мешков и тому подобного. Значит, ребят, все вот эти пустые консервные банки сжигаем тут же в костре. Так делают все таежники, опытные походники и так далее. При этом банки вот эти хорошо обжигаются на огне, то есть стенки становятся тоньше. Ну, а после того, когда вы будете уже перед тем, как полностью снимать ваш лагерь, сниматься, уже, да, можно выкопать ямку и закопать баночки в землю. И вот это тонкое обожженное железо, оно довольно быстро в земле это и сгниет. То есть ничего не оставляем, природа делает свое. Все органику, очистки, шкурки, пластик, пакетики, вот это вот все хозяйство и так далее. Там остатки еды, также все в топку, в открытый большой огонь. Ну, в этом, конечно, может быть мало эстетики, но, поверьте, это все сгорит практически дотла до состояния золы. Так, ребята, нужно делать. И, кстати, вот рыбу чистят на берегу, в воду, в этот, ливер, вот этот весь в реку, или, там, птицу на охоте особенно, добытую дичь. Не нужно этого делать. Ну, зачем? Вы из этой реки берете техническую воду, например, там, да, в принципе, ей умываться можно, подогреть эту воду, там, да, для помывки. Скажем, ну, зачем? Оставляйте хотя бы на берегу, а еще лучше все в топку. Вот прям на открытый огонь все это сгорит, уверяют дотла. То есть, ну, если уж и чистите, то где-то на берегу оставляйте. Птицы, куницы, это все быстро очень, за ночь этого уже не будет. Но не нужно сбрасывать вот это все в речке. Ну, я не знаю, где вам это показывают, где вы это смотрите, что надо обязательно очистки накидать в реку. Не делайте так. И да, не нужно, ребята, вот как, знаете, походники, вот это или там бушкрафтеры, да, или я не знаю, кто, в общем, вот это вот в пакеты набивает, эти гарбичные мусорные мешки оставляет. Не нужно, вы не забывайте, что вы на природе находитесь. Это дикий зверь. Это мои запахи очень сильно привлекают зверя, в том числе и медведя, и росомаху, вот, птицы. Также все это у вас просто растащит. Так что, кстати, продукты ваши вы тоже запаковываете довольно плотно в полиэтилен, который запах истощает какой-то, поэтому вот с этим будьте повнимательней. И вот как раз-таки костер, он забирает все, в том числе и эти запахи. В полиэтилен вы можете сбрасывать всякие предметы твердобытовые, такие, скажем, как баллончики от газа используемые, стекло и так далее. То есть все то, что не сгорит, там не сплавится как-то и не разложится потом в природе. Далее, ну, естественно, я надеюсь, меня смотрят все сознательные ребята. Берем вот этот вот твердобытовый отход, вот этот мешок, и забираем с собой и выбрасываем на ближайшем контейнере, где это разрешено сделать, где контейнеры вывозят. Поэтому в идеале, чтобы у вас место в вашей стоянке, лагере, после того, как вы уйдете, было именно таким же, когда вы на него пришли, а не с кучей раскиданной туалетной бумаги по лесу. Это же, кстати, касается отхожего места, да, возвращаясь к этому. Приезжайте, сами сколько раз видели. Там бумажка, тут какая-то эта салфетка, там еще что-то. Я вот, знаете как, я помимо того, что лагерь разворачиваем мы там с женой, сыном, мы еще занимаемся закопкой всего этого. То есть, ну, просто самому, чтобы было комфортно. Ну, и частично все, что, значит, там накидали, пластик или еще что-то, сжигаем опять же в костре. Кстати, насчет костров я уже неоднократно вам говорил. Мы, таежники, всегда жгли, охотники, и будем жечь костры. И не нужно мне эту лапшу на уши тут вешать, не нужно ничего вот этого мне рассказывать там о псевдозащите. Ребята, защищайте где-то там у себя, пожалуйста. Вот, и нам это рассказывать не нужно. Ну, надо быть совсем каким-то дурачком, наверное, чтобы за собой не, или не контролировать, оставлять без контроля огонь открытый. И тем более за собой его правильно не затушивать, не убирать это ваше место, не закапывать и так далее. Ну, и не выкапывать, да, перед розжигом. То есть, ну, это все, ребята, рассказывайте где-то там, учите своих детей. Вот, это будет более полезно. Ну, и в конце, как вам обещал, расскажу, как избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, ну, и как бороться с диареей. Потому что, фактически, если вы не подготовлены и делаете это, не часто ходите в походы, то это неизбежно. Ну, это выход из вашего привычного рациона питания. Опять же, это лес, это тайга, это там грибочки, это ягодки, летом черничка, осенью брусничка. И вот-вот оно все. Вот оно. Вообще, в обязательном порядке, конечно, наличие походной аптечки. И, кстати, об этом я вообще запланировал снять отдельные материалы. Потому что эта тема, она довольно объемная тоже. Я имею в виду материалы, касаемо не только там средств от расстройства желудочно-кишечного тракта ЖКТ, но и вообще именно аптечки. Крайне рекомендую вам, чтобы в вашей походной аптечке в обязательном порядке была вот такая вот штука. Это вот не реклама, ребята. Это то, что реально работает. Это называется энтеросгель. Он подходит как взрослым, так и детям. Ну, почитайте, от какого возраста детям. Вот. Эта штука, ну, она и мне помогала неоднократно. Жена его постоянно берет, это и дома выручает, и в походе обязательно. Если нет его, да, но все-таки это, кстати, не дешевая штука, поэтому можно использовать и активированный уголь. Сейчас он вот почему-то в таких стал пластинах продаваться, раньше просто в бумажных был. Значит, принимается он из расчета одна таблетка на 10 килограмм вашего веса. То есть, к примеру, если вы весите 70 килограмм, то это 7-8 таблеток за раз принимается. Это, кстати, тоже хороший препарат, он хороший абсорбент, и всю эту гадость забирает на себя. Но, допустим, так случилось, что у вас нет с собой походной аптечки, или в вашей аптечке не нашлось необходимых средств. Значит, для этого способа нам понадобится найти дуб. Причем дерево не должно быть таким старым, знаете, потому что дубы бывают там очень древними. Дуб красивый, да, у него листочки такие красивые, и в банке венечки из него хороши. Но сейчас он нам пригодится для другого. Желательно найти молодой дубок и снять его кору. При этом, когда снимаете, не нужно заглубляться ножом слишком далеко до ствола, а снимаете, как бы, верхний слой. Ну, так же, как это делают лоси, например, да, обгрызают кору. При этом дереву вы никакого вреда абсолютно не наносите. Снимается верхний эпидермис, и недостающий до ствола. Так же это потом дело все прекрасно зарастает новой, свежей корой, и дерево продолжает жить дальше. Вот такого количества коры будет нам примерно достаточно на котелок. Берем котелок, кладем туда нашу кору, и заливаем все это дело питьевой, холодной питьевой водой. Далее котелок ставим на огонь. И даем воде закипеть, то есть должно доводим до кипения. После закипания провариваем где-то еще минуты три, не более. Но только следите так, чтобы огня не было слишком много, чтобы не слишком бурлило все это дело. Далее снимаем котелок с огня и накрываем крышкой, даем еще чуточку настояться и остыть. Вот отвар у нас с вами настоялся, наливаем, и смотрите какой у него благородный такой цвет получился. И вот этот отвар мы прямо смело и пьем. И от диареи действие оказывает буквально через полчаса. Принимаем до полного решения проблемы. Но помните, ребят, что во всем нужно знать меру. Не переусердствуйте тоже, чтобы не получить обратный эффект, не дай бог. И, кстати, для ЖКТ, для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, особенно у кого есть проблемы с гастритом, может быть, ребят, ну не забываем про нашу с вами березовую чагу. Материалы, подробнейшие материалы о березовой чаге, о ее пользе, о том, как правильно сделать отвар из нее, я уже снимал, также по ссылочке в описании, пожалуйста, на здоровье изучайте. Чага это полезнейшая штука, это наше все. Ну что ж, друзья, дорогие, это, пожалуй, все, что я хотел объединить в этих материалах, то есть некие детали и неочевидные нюансы, о которых не так часто рассказывается. Надеюсь, эти материалы окажутся полезными, особенно, наверное, для тех, кто вот только начинает, увлекается, там, автотуризм, пеший туризм, неважно, с семьей или в одиночку, может, с товарищем, где-то на рыбалку там тоже, или просто компанией. Только, ребята, у меня к вам большая просьба, пожалуйста, оставляйте за собой такую же девственную природу, как она была до вас, и убирайте за другими. Я всегда так делаю, об этом никогда не кичусь, нигде ничего не снимаю, не выпячиваю. Просто все в мешки там или сжигаю, все за всеми хожу. Вот это все для себя делается прежде всего, чтобы самому было приятно отдыхать. Но, надеюсь, и после вас следующая группа туристов поступит так же. Поэтому большущей вам удачи по традиции желаю, незабываемого вам отдыха в любых ваших походах. Отдыхайте с душой, с комфортом, не слушайте этих всяких выживальщиков. Это все не наше и не про нас. Берите обязательно с собой детей, потому что самые яркие, конечно, впечатления, это из детства. Рыбачьте, ходите по грибы, по ягоды, купайтесь. Всех вам благ. Ну и увидимся мы уже с вами. Да, увидимся мы с вами уже после открытия. Ребята, охотники, мужики, ну и девчата, кто меня смотрит, ну давайте ни пуха, ни пера вам всем. А я уже после открытия поеду по своим местам, и там мы с вами и встретимся. Ну и вообще в этом сезоне, ой, это такое, это мы на казанке там, дай бог, все получится. Ничего не загадываю, но это будет пушка. Пока увидимся, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok